Старт творческому конкурсу был дан в январе. Приняли в нем участие практически все школы города и района. В конце марта подвели итоги. Члены жюри изучили более 50 работ. Конкурсанты приняли участие в викторине и нарисовали плакаты об истории 1-го Лобинского полка. В этом году отмечается 175-е годовщина его образования. Работы, которые были представлены на выставку, в них отражены все события. Мы старались готовить вопросы, чтобы как можно глубже копнуть в эту историю. Дело в том, что именно Лобинскому полку и пришлось обустраивать ту землю, на которой мы с вами живем. В викторине принимали участие школьники, учащихся групп казачьей направленности, а также заинтересованная молодежь. В ходе конкурса они изучали историю кубанского казачества, провели исследовательскую и аналитическую работы. Такие викторины мы проводим уже на протяжении 9 лет. И с каждым годом ребята более подготовленные, более серьезные работы. Работа победителя по викторине из 4-й школы – это целый научно-исследовательский труд. Победителя Атаман-Лобинского городского общества наградил грамотами и вручил памятные подарки. Наша школа работает по казачьей направленности, и именно поэтому мы часто занимаемся такими конкурсами, участвуем в разных направленностях, связанных именно с казачьей работой. Мы рисовала рисунок образования сельского поселения, где я рисовала казаков и именно строительство села. Так как я занималась в школе искусств, закончила ее 7 лет училась, то мне было не очень трудно рисовать рисунок. Тем более, зная историю, у меня все хорошо получилось, и вот я стала победителем.